Около 300 любителей спорта собрались по одному поводу. День физкультурника. Ставшее уже традиционным мероприятием по чествованию спортсменов и их тренеров, в этот раз совпало с Днём Строителя. И как отметил Олег Хромов, это не случайно. Ведь чем больше будет построено в нашем районе спортивных объектов, тем больше людей удастся привлечь к физической культуре. Мы видим, что буквально у нас за спиной сейчас происходит реконструкция или преображение нашего стадиона. У нас появятся трибуны, которых не было. У нас появятся два физкультурных комплекса с правой и с левой стороны, в которой будут находиться тренажёры. Создание условий для занятия спортом даёт свои плоды. Ленинскому району по праву есть чем гордиться. Именно на базе бассейна «Дельфин» удалось воспитать нынешнего призёра Олимпийских игр в Бразилии Евгения Рылова. Мотобольный клуб «Металлург» стал чемпионом Европы 2016 года. Ирине Рудник, мастер спорта по тяжёлой атлетике, из рук главы был вручён золотой значок ГТО. Девушка признаётся окончательной уверенностью в том, что ей по силам выполнить норму не было до последнего момента. Это всё проходило очень масштабно, очень было много народу. И когда смотришь, как люди выполняют это, и ты начинаешь сам переживать, как это будет проходить, что это будет. А вдруг я не справлюсь, а вдруг я справлюсь. Но выходишь на соревновательный снаряд, делаешь всё и понимаешь, что на самом деле это всё не так тяжело, и любому человеку это по плечу. Наставники спортсменов также были отмечены почётными грамотами Московской области и Ленинского района. Дети только по мании, они все идут на спорт. Любой вид спорта. У нас много видов спорта. Во все виды играют с удовольствием. Главное заинтересовать и, вот правильно сказали, построить больше площадок спортивных, чтобы люди занимались, а не болтались по дворам. Да и сами маленькие спортсмены тянутся к физической культуре. Спорт помогает развивать кости и растяжку, и чтобы был меньше шанс сломать руку, ногу и так далее. На празднике спорта присутствовал и почётный гость, сенатор Вячеслав Фетисов. Он отметил, что только спорт является лучшей профилактикой вредных привычек. Точно могу сказать, занимаясь политикой молодёжной уже давно, единственная альтернатива вызовом улице, это противодействие наркотикам, алкоголю, табаку, это спорт. Особенно, если это развито с раннего детства и зашкольных учреждений в школах. Сегодня строятся школы с суперсовременными спортивными объектами. Поверьте мне, я много что видел в жизни, но таких школ, которые строятся сейчас у нас в Подмосковье, нет нигде в мире. Я могу сказать, что это был правильный вектор. Я думаю, вместе с нами сегодня радуется и президент нашей страны, таким условием губернатор, и все мы. После торжественной части юные спортсмены разошлись по площадкам, чтобы в очередной раз помириться силами в спортивной борьбе. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ.